Всем привет, с вами Priya. Ну что ж, настало время поговорить о профессиях. Пересаживайтесь поудобнее, потому что очень много на самом деле изменений в текущий момент в профессиях и достаточно неплохое количество крафтов было добавлено. Возьмем самый единичный навык у какого-либо алхимика и подробно все это дело рассмотрим. К примеру, вот этот. Окей, изученные зелья в текущий момент. Береговое зелье маны, самое обычное зелье, которое восстанавливает ману. Ничего новенького в нем мы не увидим. И лечебное зелье. Ну а теперь к той вкладке, которую этот мах не изучил. Той вкладке, которая уже обширна. Закроем старое. Оно нам ни к чему. Ну что ж, поехали. Таинственный котел. Тот же самый котел, из которого все тянут фласки. Тянут 30 раз. Требуется по 4 фласки. Также нужен реагент из гнарий. Он схож с кровью Саргераса. И естество воды реагент, который изредка будет падать в подземельях Култироса и Зандалара. Идем дальше. Боевое зелье выносливости. Пот, который будет повышать стамину. Пот, который будет повышать интеллект. Поушен, который будет повышать ловкость. Поушен, который будет повышать силу. Дальше. Зелье сосредоточенности. Усиленный реген маны при 10 секундам бездействия. Нанесение дополнительного физдамага. При использовании зелья. Время действия 25 секунд. Это рейнджовое зелье. То есть, если зелье кровавого всплеска является милишным, то зелье смертоносного прилива, как я правильно понимаю, является рейнджовым поушеном. Зелье стальной кожи на усиление брони. И береговое зелье омоложения. Собмещенное хп и мана. Вспомнительные зелья. Увеличенная скорость передвижения. Что-то типа зелья небесной поступи из легиона. Зелье морских туманов. Что-то схожее с эликсиром лавины. Зелье обмана Дмитрия. Инвиз. Зелье сокрытия. Инвиз при стоячем положении. Настой на интеллект. Настой на выносливость. Настой на силу. Настой на ловкость. И различные трансмутации. Их не будем рассматривать. И так все в принципе понятно. Мясо в питомце. Еще одно. Аналогичное. Аксессуары. Есть боешные аксессуары. Которые доступны абсолютно для всех. Ну а есть аналогичные. Которые доступны только алхимикам. Бесконечная настойка поделенной мощи. Копирует часть положительного эффекта настоя. Используем его в данный момент владельцам. Время действия 12 секунд. Восстановление 1 минута. Скорее всего будет даваться просто дополнительный баф. 12 секундный. От нашей фласки. К примеру фласка дает. Около 400 выносливости. На постоянной основе. А при использовании этого тринкета. Мы будем получать наверное какую-то бонусную выносливость. Я думаю это работает как-то так. Если иначе. То это мы уже узнаем. Либо скрафтив этот аксессуар. Ну либо уже дождавшись БФА. Тринкет персональный при надевании. Который крафтится алхимиками. По-моему это просто прекрасно. Далее. Алхимический камень. Который доступен. Только алхимикам. Далее. Еще один. Только слабее. И доступный сразу на 111. Ну и. Баешный тринкет. Для 111 левела. Зеленого качества. Полезность его. Крайне мала. Но возможно кто-то в нем. Найдет толк. Ну а также. Многие профессии. Научились. Делать. Шмот. Для соратников. Подобие оплотов. Также будет. Будут отряды. Будут различные военные компании. Все в этом духе. И. Соратников. Также придется одевать. Алхимик. Позволяет скрафтить. Итем. Который позволяет. Получать травы. При успешном завершении. Задания. Идем дальше. Кузнечное дело. Угу. У человека ничего не изучено. Отлично. Открываем вкладку. Не изучено. Что? Триста восемьдесят пятый эквип. Ммм. Угу. Возможно эти окровавленные клетки. Будут. Получаться. По принципу. Духа крови. Блуждающего духа. Духа войны. Те люди которые играли в пандарии. Сразу поймут о чем речь. Мол типа при. Распырении предметов. Помимо. Основного. Кристалла. Ша. Кристалла хаоса. Это можно было получить реагент. И. Этот реагент. Участвовал. В крафтах. Возможно окровавленная клетка. Будет. Чем-то. Подобным. Делается. Триста восемьдесят пятый эквип. При. Таком вот. Слияние. Итомов. Ну а тут. Триста семидесятый. Потому что. Требуется клеток. Поменьше. В десять. Раз. Неплохо. Аналогично. Триста семидесят. Триста пятьдесят пятый. Что требуется. Требуется. Самые обычные реагенты. Персональные. При получении. А вот это. На самом деле. Грустно. То что. На аукционе. Это продать нельзя будет. Но. Это неплохой старт. Для. Кузнецов. Собрав. Нужные реагенты. И. Скрафтив себе. Такую вещичку. Можно. Неплохо. Так. Ворваться. По эквипу. Да. Это боешки. Которые для сто одиннадцатого левела. И. Крафт у них достаточно дешевый. Только вот навык большой нужен. Вещи трехсотого этом левела. Весьма интересно. Звездочки. Сокращают материал требуемый. Окей. То есть это. На сто шестнадцатый трехсотого эквипа. Это на сто восемнадцатый трехсотого эквипа. Это на сто шестнадцатый. Это на сто одиннадцатый. Щиток на сто одиннадцатый. Щиток на сто двадцатый. Интересно. А это самая обычная зеленка. Которая крафтится. Из. Руды. Который. Реально до кучи. Разбросано. В мире. На плечи. Шлем. Сапоги. Поясок. Щиток. Наручи. Рукавицы. Далее. Оружие. На сто одиннадцатый трехсотого эквипа. На сто одиннадцатый трехсотого. Сто одиннадцатый трехсотый. Сто двадцатый трехсотый. Сто одиннадцатый трехсотый. Сто двадцатый трехсотый. Сто одиннадцатый трехсотый. Сто одиннадцатый трехсотый. Ага. Но это уже зеленка пошла, 225-го эквипа на 111-й левел Окей, отмычки, куда же без них, для их использования требуется кузнечное дело, хорошо Подкова, перекочевавшая из легиона, стременно, аналогично Далее, снаряжение соратников, руда при успешном завершении задания Ухудшение вероятности успеха задания на 5% И сокращение времени выполнения задания на 20% Все эти итемы являются персональными при получении Весьма грустно Инженерное дело Вот тут уже намного интереснее на самом деле 5-секундный эфир для противников Чарка для пояса Щиток, который будет поглощать урон Отбрасывание текущей цели Это реально интересно Жгун Нанесение ауэшного урона Короната Что-то типа некоторого контроля Весьма интересно Далее Текущий дамаг в определенной зоне 15-секундного действия Окей Далее Смотритель стоил Который будет выгоден охотникам Изменение внешнего вида брони То есть это получается Ну да, портативный трансмогрификатор Интересно К примеру В закрытых рейдах его поставить Там, где нету Возможности установки яка Это весьма интересно Да и хотя толку-то с этого трансмога Ну ладно На самом деле Атаковать босса В некрасивой броне Никому не захочется Если честно Это перекочевавший итам Который еще Давно-давно Был в этой игре Ну, лодка будет выгодна Конечно В Култиросе Само собой Да и На острове Зандаларов Орде Тоже Весьма неплохо досталось В плане водного пространства Так, а это у нас что? А это увеличение мувспида Весьма интересная механика итама Не зря на нем 50 зарядов сделано Окей Очки персональные При надевании 120-й, 345-й эквип 120-й, 345-й эквип 120-й, 345-й эквип 120-й, 345-й эквип Разные типы брони Ткань, кожа, кольчуга Латы Оружие Одноручная дробящая Огнестрел Одноручная дробящая Еще один огнестрел И одноручная дробящая Бюджетная для прокачки Далее Нанесение дополнительного урона От огня Нанесение Ледяного дамага Преобразование боеприпасов в ледяные Для замедления цели Далее Прицел Мы сможем Мы сможем Зачаривать Наше оружие Да Увеличение показателя критического удара На 445 на 12 секунд И еще один Который повышает хаст Классно Далее Маунт Кошка, ты там успокоишься, нет? Ох, как ей весело Шифровозка Вторая Весьма на самом деле Много Реагентов требуется И скорее всего Они будут по каким-то Квестам Добываться Добыча рыбы При успешном завершении задания И добыча азерита При успешном завершении задания Идем дальше Кожевничество Тут маленько Многовато всего получилось Даже оружие есть Весьма интересно Окей Эпик Крафченный с помощью Акровавольной клетки Еще один похожий Те, что требуют 25 клеток Они идут 370-го эквипа Те, что требуют 385-го эквипа Они требуют для себя 250 клеток То есть Очень много Все эти вещи персональные При получении Аналогично Крафты Тут аналогичные Крафты различные Кольчужные Кожаные Оружие 120-й левел 120-й левел 300-й эквип Далее Кастет Одноручное кистевое оружие Делают кожевники Серьезно Весьма интересно Окей Ну типа из чешуи Из костей Ну в этом есть какой-то смысл Хорошо Одноручное кистевое И лук Барабаны Что очень много ресурсов они требуют Так что Стоит запастись Барабанами Прошлого контента Это преобразование Шкуры Как я правильно понимаю Водолазный костюм Из поблескивающей Чешуи Увеличение скорости плана На 100% Неплохо Для морских квестов Пойдет Это дыхание Под водой И перекочевавший Итом Из Легиона Также Снаряжение Для соратников Кожа Шкура При успешном Завершении Задания И Увеличение Вероятности Успеха За каждый Сопровождающий Отряд Неплохо Горное Дело Снатья шкур Портняжная Получается Осталась Портняжка И Ювелирка Не так-то Много и профессий На самом деле Сеть Из Новой ткани Сети Последний раз По-моему Использовались В дополнении Короля Леча Да Очень давно Их не было На самом деле Бросок Сети На расстоянии 35 метров Сеть Замедляет Цель На 75% На 5 секунд Когда 1 минута Окей И бинты Теперь они Перекочевали В партняжное Дело Профессия Первая помощь Была Удалена Из игры Так А тут у нас Что Тут Расшитый Глубоководный Шелк Это Более Усиленная Ткань Нити Которые Будут Чариться Персонально Партняжниками На Свои Ноги Аналогичная Нить Аналогичная Нить Я правильно Понимаю Да Сумки Сумка На 32 ячейки И Сумка На 30 ячеек Очень много Реагентов Требует Броня Также С окровавленными Клетками Немножко Связана 25 250 Требует Тут у нас Что Это все Крафты Крафты Это зеленые Крафты Так Это что у нас Такое Заклинатель Несет за спиной Боевого флаг Увеличивающий Скорость Транспортного Средства Заклинателя И участников Его группы В радиусе 10 метров На 15 Процентов На 15 Секунд Действует Только при Нахождении На транспортном Средстве А Типа Флаги Что-то Типа Такого Получается Ради Бафов Весьма Неплохо Окей Усиленная Сеть Которая Полностью Обездвиживает Усиленные Бинты Они очень много Реагентов Будут требовать Собедом Переработанных И ткань При успешном Завершении Задания Ювелирное Дело Смотрим А что самое Интересное При партняшке Я не нашел Нитей Которые Были бы Доступны Тем Кто Не имеет Профессию Партняжное Дело Я помню Времена Пандарии Когда еще Были эти Бафы На Абсолютно Все вещи То что Партняжник Мог Сделать Для себя Усиленную Чарку На ноги А Для аукциона Толкнуть Нитку Которая Была Чуточку Послабее Но Тоже Давало Весьма Хорошее Количество Боевых Стат Почему Нету Нитей Для Обычных Смертных Это Весьма Интересно Ладно Может быть Их Ведут Чуточку Позже Самоцветы Да Тут будет Поинтереснее Рассматривать Для начала Рассмотрим Самые Последние Эпические Камни Самые Последние Эпические Камни Кракенов Глаз По 36 Мейн Статы Весьма Неплохо Ну а теперь Перейдем К самым Обычным Камушкам Камни Синего Качества Будут Давать По 27 Статов Вторичных Камни Зеленого Качества По 18 А это Что Камень На Увеличение Опыта Привет Диабло Классно Реально Классно Окей Колечки 120 300 То есть Колечки Крафтятся Сокетом И Колечки Крафтятся Со своей Вторичной Статой На самом деле Со времен Легион Ничего не поменялось То есть Как Желтый Камень Огранялся В Хаст Так Из него И крафтится Кольцо На Конкретно Хаст На скорость Если Фиолетовый Камень Требовался Для Огранки Камня На Искусность То Из него Крафтится Колечко На Искусность Весьма Интересно И Эта система До сих пор Держится И Это Очень Радует Также Ювелира Крафт Оружие Двуручный Посох Еще Один Двуручный Посох И Еще Один Двуручный Посох Еще Один Двуручный Посох И Еще Один Двуручный Посох Ну а Также Снаряжение Соратников Которое Позволяет Вытаскивать Самоцветы При Успешном Завершении Задания А у соратников Вообще Слоты Есть Да Есть Их Нужно Поднять Всего Лишь До Редкого С Целью Того Чтобы Вставить В них Шмот Да В общем Как-то Так В текущий Момент С профессиями Профессии Весьма Преобразились И Крафты Усилились И Их Реально Стало Больше Если Сравнив С Легионом И Появилось Снаряжение Для Соратников И Все Выглядит Очень И Очень Вкусно Ждем Битву За Азерот Ждем Припатч Ждем Вообще Все Вот Это Чтобы Попробовать Потестить И Ощутить На Деле Как это Все Будет Выглядеть И Как Это Вклинится В Экономику Которая Будет В новом Дополнении Ну а Конкретно Сами Профессии Да Их Переработали Самое Интересное Какого-либо Общего Навыка Нету Есть Навык Конкретно У Инженерного Дела Того Или Иного Дополнения Сейчас Я все Это Скрою Для Простоты Действий Классиковское Инженерное Дело Навык 300 Максимальный За пределем 75 Нордскол 75 Времен Катаклизма 75 Пандарий 75 Дренорское Инженерное Дело Максимальный Навык 100 Инженерное Дело Легион Там По-моему Тоже 100 И Култирское Получается Там 125 По-моему Максимальный Крафт Я видел 110 Есть Крафт Потому что Ну тут Почему-то Пишет 0 из 0 Потому что Оно у меня Не изучено И изучать Мне не особо И хочется Все это На бете Да То есть Там Примерно Где-то 110 120 125 Очков В Новых Профессиях Будет В Новых Ветвях Конкретно Култировских Или Зандаларских Все зависит от того Какую фракцию Вы начнете Играть Ну а аналогично У Добывающих Профессий Ну к примеру Горное дело Максимальная 150 Вот так вот Всех вам благ Счастья Здоровья Не болейте Черпайте Самую правильную Информацию Не забудьте Посмотреть другие Видосики По Battle for the road Все рассказано Крайне понятно Крайне доступно Может быть Временами Долго Но Самой главной Целью Для меня Является Тотальное Объяснение Всех Механик И Всех Каких-либо Нюансов Берегите Ноги До Скорого Механик